Очень интересный разговор о новых проектах, о проекте «Татарский язык на кончиках пальцев». И даже, можно сказать, шире Татарстан на кончиках пальцев. Я знаю, что наши участницы, они непрерывно совершенствуют свою деятельность и расширяют ее границы. И сегодня с нами Гелюса Закирова и Айсулу Валеева, сотрудники Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Республики Татарстан. Гелюса Закирова, автор проекта «Татарстан на кончиках пальцев». И вам слово, коллеги. Добрый день, дорогие друзья. Да, мы являемся сотрудниками Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих. И наша библиотека занимается проблемами сохранения культурного наследия татарского народа, ее развития, популяризации и обеспечения доступа к этим богатствам, тем людям, которые имеют трудности в чтении и визуальной информации. Сегодня мы расскажем о наших проектах и о нашей деятельности. Безусловно, это, конечно же, издательская деятельность. Издание книг рельефно-точечным шрифтом в нашей Республике имеет глубокие корни. Зарождение Брайлевской книги в Татарстане произошло в 1934 году. У истоков книгоиздания стояли Бирилев Александр Васильевич, Шараф Галимзян Шарафуддинович, Шариф Калимулович Еникеев. В 1931 году профессор Казанского университета, крупнейший тюрколог Галимзян Шараф и незрячий общественный деятель, юрист Александр Бирилев разработали рельефно-точечный шрифт на латинице, который наиболее точно отображал грамматику, фонетику татарского языка. Через несколько лет татарский алфавит Республики Татарстан был переведен с латинской графики на кириллицу. Для слепых татар также был принят русифицированный алфавит. Следовало лишь дополнить его комбинацией шести татарских букв. Разработчиком татарского шрифта Брайля стал незрячий общественный деятель Шариф Калимулович Еникеев. Впоследствии было закуплено оборудование для печати шрифтом Брайля. При татарском книжном издательстве открылся цех по выпуску татарских книг. С развитием компьютерных технологий нашей библиотеки удалось возродить печать брайлевской литературы на татарском языке. Начались издаваться учебники татарского языка и литературы, художественные издания. В 2015 году удалось модернизировать процесс книгоиздания. В рамках программы «Доступная среда» были закуплены современные и мощные принтеры до печати по Брайлю. Введем в эксплуатацию новый автоматизированный комплекс для печати книг для слепых. В последующие годы расширялся ассортимент издаваемой книжной продукции. И наряду с татарскими изданиями печатались и переводы произведений татарских авторов на русском языке и литература краеведческого характера о республике Татарстан, о Казани. С 1961 года нашей библиотекой ведется запись говорящих, то есть аудиокниг на татарском языке. И с этого времени менялись носители. Изначально книги выпускались на рулонах, далее история перешла на кассеты. И уже последующие годы как носитель мы используем флеш-карты. С 2009 года наша библиотека ведет работу по созданию тактильных рукодельных книг на русском и татарском языках для детской аудитории. С самого раннего возраста специалисты нашей библиотеки помогают незрячим детям через книгу познавать мир, получать многие практические навыки. С повышением уровня технической оснащенности нашей библиотеки начались создаваться рельефно-графические пособия, многоформатные издания, в которых используется несколько технологий. Рельефно-графика, крупный шрифт для слабовидящих, брайлевский шрифт и аудиоформат. Для развития издательской деятельности, который требует больших финансовых затрат, мы разрабатываем различные программы, реализуем грантовые проекты. Среди ярких и успешных издательских проектов в библиотеке последних лет можно назвать проект «Татарстан на кончиках пальцев», который уже упомянули сегодня. Проект «Мой дом России. Книжный навигатор для слепых». Издательская деятельность нашей библиотеки и ее сотрудников высоко оценена на различных конкурсах республиканского, всероссийского и международного уровня. Среди таких высоких наград, которые мы удостоены, это премия «Хрустальный компас» в области экологии и географии, премия «Русского географического общества», международная премия, литературная премия имени Бьянки за библиотечные проекты. Для обеспечения доступа незрячих татар к электронной информации совместно с общественной организацией ТОРЭС нашей библиотекой был разработан в первой мере синтезатор речи на татарском языке. Это языковой и голосовой модуль, который работает в составе программного пакета по синтезу речи. И призван он озвучивать текстовую информацию на экране персонального компьютера с помощью программ экранного речевого доступа. В мае 2018 года наша библиотека иначе проект «Увидит театр». И в Казанском татарском государственном театре юного зрителя имени Габдуллы Кореева был дан старт новому проекту, показанном спектакле с тифлокомментированием, то есть аудиодескрипцией для слабовидящих и незрячих людей на татарском языке. Это первый опыт создания тифлокомментирования на национальном языке не только для территории Республики Татарстан, но и для всей России в целом. В репертуаре адаптированных для незрячих зрителей спектаклей есть спектакли по произведениям классиков татарской драматургии, так и современных авторов. На этом моя часть выступления закончена. И я бы сейчас хотела предоставить слово моей коллеге Айслу Валеевой. Айслу уже более подробно ознакомит вас с нашими изданиями. Ну, здравствуйте. Начну с того, что в этом году, год выдался плодотворным, были изданы многие книги, посвященные в первую очередь детям, конечно. Это книги «Красная книга Республики Татарстан», «Грибы», «Животные беспозвоночные». «Красная книга Растения» и «Животные позвоночные». Айслу, там какой-то текст, наверное, есть, да, не только картинки? Там что-то сопровождает? Книги сопровождаются текстом, описанием, сопровождаются по Брайлю и укрупненным шрифтом, плоской печати. Мы все прекрасно понимаем, что в семьях имеются разные категории, да? Есть зрячие родители, незрячие дети и наоборот. И для того, чтобы это было семейным чтением, очень удобно, когда книга сопровождается и укрупненным шрифтом для слабовидящих, и по Брайлю для незрячих. А у этих книг какие-то есть авторы? Или вы просто собирали, откуда-то текст выбрали? Ну, скажем так, если берем «Красную книгу», то «Красная книга» была информация взята с сайта. То есть официальный сайт «Красной книги» Республики Татарстан. И она была адаптирована. Не все, конечно, рисунки можно адаптировать и перерисовать для понимания незрячих детей. И незрячих взрослых. Но с недавних пор моя задача была еще заключена в том, чтобы я стала внедрять описательный текст непосредственно к этим рисункам. То бишь тифлокомментирование. И в этом году, последний наш проект этого года, 21-го, это новый проект. При поддержке президентского фонда культурных инициатив разрабатывается новая книга о восьми книгах «Открытый космос». История космического, история космического, освоения космоса, начиная с периода, скажем так, с 30-х годов. Какие стрелки? Я вот вижу собачки. Стрелки, да. То есть здесь на рисунке определенная картинка дана, адаптирована для незрячего читателя, как конструировали первый космический корабль для того, чтобы можно было отправить живые существа в этот космос. И хочу отметить, что в первую очередь наша задача заключается в том, чтобы привлечь нашего читателя, скажем так, с детского сада к чтению, к книге, к культуре. Скажите, пожалуйста, вот вы упомянули, что и современных тоже, современную литературу издаете, вот Азбука и Брайля. А каких конкретно авторов вы можете назвать? Просто очень интересно. Да, авторов много. Вот из последнего изданного, издаем мы в рамках программы «Сохранение и развитие языков Республики Татарстан», в том числе татарского языка, из последней изданной книги, например, это Яники Матурлак. Красота. Это и современные авторы, и современных авторов. Гульсина Галимуллина очень любят наши читатели. Мадина Маликова. Авторов, на самом деле, очень много. Да, детские. Детские тоже, да, авторы тоже есть, их тоже издаем. Роберт Минулин, можно назвать, да, Роберта Минулина. Джо Датарзиманов. Ну, это и аудиокниги, и рельефно-точные. В год мы издаем до 500 часов звучания аудиокниг. И в рамках основной деятельности порядка 10-20 названий книг рельефно-точным шрифтом. Ну и, конечно же, всегда бывает, да, запросов недостаточно. Для расширения запросов и возможностей мы еще разрабатываем различные гранты. И в рамках грантовой деятельности также включаем те издания, на которые есть запросы. Можно назвать вот Гузель Яхину. Гузель Ха открывает глаза на русском и татарском языке. Также «Дети мои». Тут же книга вышла, незрячие наши захотели ее прочитать. Мы тут же, реагируя на этот запрос, издали эту книгу. Здорово. А вот вы говорите про аудио. Это кто-то сотрудники библиотеки начитывают сами, да? У нас 1961 года. В этом году у нас юбилей татарской аудиокниги. Как мы их называем? Говорящими книгами. При библиотеке существует студия звукозаписи. Звукорежиссеры, звукооператоры. Это сотрудники нашей библиотеки, непосредственно издательского отдела. А для чтения привлекаются известные татарские дикторы. Из таких можно назвать Талката Хамадшина, наиболее любимых дикторов. Это известный диктор радио и телевидения. Вот говоря, тот синтезатор, о котором мы уже говорили, он тоже имеет голос Талката Хамадшина. Здорово. А скажите, пожалуйста, вот эти аудиокниги, в принципе, они же могут быть доступны и удалены. У вас как-то вот это... Есть ли портал у библиотеки, где можно это послушать? Есть такая интернет-библиотека интернациональная, библиотека Логос. Мы туда также... Ну, это общероссийская библиотека. Мы туда размещаем свои книги и на татарском языке. Это и переводная перевода татарских авторов на русский язык. И незрячие люди с любой точки мира могут, зарегистрировавшись в этой библиотеке, получить доступ. Следует отметить авторские права, да, аудиокниги и брайлевская литература. Она попадает под спецформат, и мы здесь уже имеем возможность издавать без согласия автора и без выплата гонорара. Но это только специальные ресурсы, которым имеет доступ незрячие люди. То есть это не открытый доступ. Я думаю, что ни один автор и ни один переводчик, конечно же, не будет против такого использования. Мне кажется, наоборот, даже люди с удовольствием бы давали свои тексты, свои переводы для того, чтобы вот их таким образом озвучивали. А еще у меня такой вопрос. Вы рассказали в своей презентации о том, что были спектакли в театре. Вот насколько я понимаю, это же впервые даже в России, в мире, да, произошло? Я правильно вас поняла? На национальном языке, да, до этого тифлокомментированием у нас в России первым занялся Московский губернский театр, непосредственно из Рукова. А вот на национальном языке, да, впервые в России было внедрено тифлокомментирование. То есть вы совместно с театром Кореева здесь первопроходцы? Да, да, да. Но более того, мы сейчас уже расширяем театры, доступность наших театров. Сейчас уже при поддержке программы «Особый взгляд» фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» мы подключили три наших театра. Это театр Глескара Камала. И для маленьких зрителей самый красивый театр нашей республики – это театр Кукол Акиет, где идут спектакли адаптированные и для незрячих, маленьких зрителей, и для взрослой аудитории. Ну и в рамках другого проекта, проекта «Театр без границ» – это четвертый театр, это Казанский ТЮЗ, там уже идут спектакли на русском языке. А скажите, пожалуйста, вот с точки зрения технической, это сложно сделать? Все-таки что для этого нужно? Какая аппаратура? Ну, для этого нужен тифлокомментатор, специалист, который прошел обучение. Нужно просмотреть спектакль вживую лучше. Ну и дальше мы работаем по видеозаписи спектакля. Мы прописываем сценарий, тифлокомментарии. После того, как уже написан тифлокомментарий, в театрах особо такого оборудования не требуется. Это такое же оборудование, которое используется для синхронного перевода. Приемники, наушники и передатчик с приемником, микрофоном у тифлокомментатора. Тифлокомментатор сидит в отдельной комнате, где есть хороший доступ к сцене, возможность видеть сцену и на основе подготовленного тифлокомментария вживую комментирует спектакль. То есть это не мешает обычному зрителю через наушники. Ну, также по принципу перевода ведется тифлокомментирование. Ну да, то есть фактически все театры, у которых есть возможность синхронный перевод давать в спектакли, они могут и таким же образом давать тифлокомментарии, если я правильно понимаю, да? Да, если даже синхронного перевода нет, можно купить комплект оборудования и использовать уже, если в театре не имеется. Мне кажется, это очень важно, особенно для детей, потому что дети с определенного возраста с большим удовольствием входят в театр. И я очень рада, что наш прекрасный театр «Кукол Акиет» занимается, в вашем проекте участвует. Мне кажется, это прям просто замечательно. И еще у меня такой вопрос. Мы с вами, когда обсуждали эти проекты, вы упомянули, что вот есть татарский язык на кончиках пальцев, а есть татарстан на кончиках пальцев. Вы можете объяснить, вот в чем разница, за счет чего происходит расширение у вас? Татарский язык на кончиках пальцев – это в общей сложности была взята тема для нашего выступления. Но есть, конечно, проект «Наш татарстан на кончиках пальцев», который был инициирован нами в 2014 году. Он представляет собой, вернее, в рамках этого проекта мы издаем книги о нашей республике для слепых и слабовидящих людей. Проект у нас был поддержан Русским географическим обществом, и при грантовой поддержке мы реализуем этот проект. То есть речь идет? Простите, перебила, да? Речь идет о краеведческих, да, каких-то? Да, это книги о нашей республике. Ну, конечно же, если русское географическое общество, это прежде всего книги по географии были изначально. Это историко-культурные, архитектурные памятники, ну, издания об этих наших памятниках. Это памятники природы нашей республики. Ну, вот в таком ключе. И вот за этот проект мы были удостоены премии «Хрустальный компас», авторитетной премии Русского географического общества. Ну, вот это, можно сказать, наша гордость нашей библиотеки. Здорово, получается, что ваш проект объединяет людей из очень-очень разных областей, не только писателей, как можно было бы подумать, да, для библиотеки. Здесь у вас и географии, и космос, и театральное искусство, и чего только нету. Вообще удивительно такой синтез разных областей. И скажите, пожалуйста, а вот к вам приходят, я понимаю, сейчас, конечно, у нас пандемия, да, наверное, не так много народу, может быть, уже, тем более, что люди все-таки с ограниченными возможностями. Но, тем не менее, вообще пользуются популярностью ваших библиотек? Много к вам приходят посетителей? В год у нас обслуживается 4 тысячи читателей. Конечно, с пандемией немножко наблюдается спад активности читательской, но есть интернет-библиотека, есть у нас внестационарное обслуживание, в рамках которого мы почты отправляем, книги. Есть у нас надломное обслуживание, где мы выезжаем на дом, готовим книги, книгоножество так называемое. Если читатель не может к нам прийти, мы выезжаем к нему сами, готовим книги и выезжаем. Но те, кто любит читать и читает, для них пандемия не стала ограничением, они так и читают. И в пандемию мы работали онлайн через наши интернет-сервисы, через социальные сети, где есть наши странички. У нас есть и в сети ВКонтакте, в Фейсбук, это и Инстаграм работали, рассказывали о нашей деятельности, о том, что делают сотрудники в самой изоляции, когда у нас была. Ну вот все-таки, да, мы бы еще хотели рассказать про тактивные книги, про, вы упомянули, про то, что здорово театр Куколакет присоединяется. Конечно же, незрячих детей с детства нужно приучать и к чтению, им надо помогать адаптироваться в этой жизни, распознавать окружающий мир. И здесь мы используем тактильные книги, и вот Айсу дополнит меня в этом. В этом году у нас было пошито 14 книг, связанные с народными сказками, так как с народами нашей республики. Вообще у нас 18 народностей, плюс-минус в основном, конечно, это русские и татары, а все остальные занимают где 1%, где 3%. Но без разницы, мы же все одна семья, очень много смешанных семей, и вся эта культура – это наше общее наследие. На сегодняшний день я могу вам предоставить, скажем так, удмуртскую народную сказку, созданную «Инмар и кошка». Здесь книга сопровождается, безусловно, текстом по Брайлю и в плоскопечати, укрупненным шрифтом, игрушками. Дети с родителями или с учителями, с тифлопедагогами могут этими книгами заниматься. Занимаются и родители, и на дому занимаются, и в детских садах занимаются, приходят, спрашивают, интересуются. Сейчас на сегодняшний день у нас книг около двухсот насчитывается в библиотеке. Выдаются на дом, выдаются и по почте отправляются, как Галюся сказала. Очень хочется похвалиться вот такой вот сказкой. Видно? Да. Жирный блин. По большому счету, это немецкая народная сказка. Очень схожая с нашим колобком, только в главной роли там идет вот такой вот блинчик. Безусловно, сопровождается вот с такими вот, если как так видно, нет, игрушками. Да, целый кукольный театр. Ну и кукольный театр, именно, что родители и дети могут играть, читать, заниматься с этими книгами в свое удовольствие. Соответственно, идет приучение. Но самая важная задача у тактильной книги – это, конечно, расслабить ребенка. Расширить его не просто кругозор, а развить его мелкую моторику. Соответственно, если работают руки, работают и мозг. Ребенок развивается. Потому как информацию зрячий человек получает с рождения 80% глазами. А у них такой возможности, скажем, нет. Поэтому нам остается только адаптировать и помогать. Вы знаете, вот в связи с этим тоже такое. У меня вопрос возник. Дело в том, что и в современном мире, да, в последнее время часто, особенно на разнообразных мероприятиях, посвященных детской литературе, вот недавно у нас в Москве прошел Всемирный конгресс по детской литературе, где многие спикеры говорили, что потихонечку книга все-таки уходит на второй план, и для ребенка становится более притягательным, скажем так, видео-аудио-контент. Понятно, что в случае с людьми, которые слабо видят или совсем не видят, это, видимо, будет аудио-контент, речь идти об аудио-контенте. Вот вы как, со своей стороны, замечаете ли вы это смещение, и не боитесь ли вы, что новые цифровые технологии, их внедрение, оно приведет к тому, что будет меньше тактильности и больше все-таки аудио-восприятия? Да, такое мнение есть, и такие разговоры, они давно ведутся, по крайней мере, на протяжении того времени, сколько я здесь работаю. Это так же, как и говорить про, заменит ли обычная книга электронную, да, но тактильный канал восприятия, он важен, он остается, и, безусловно, количество читателей, знающих Брайль, ну, они уменьшаются, и это есть. Но мы работаем в этом направлении, в популяризации Брайля тактильных. Ну, полностью, я думаю, этого не будет никогда, так как для незрячего человека, то есть аудиоканал только... Это безграмотность. Ну, это и безграмотность полностью возместить восприятие зрительное, оно его не будет. Видимо, это еще связано с физиологией, все-таки для обычного ребенка это не столько... Хотя тоже мелкая моторика важна вообще для всех детей, в том числе и для тех, которые видят, слышат и все остальное, но, наверное, мне кажется, незрячий человек, он какой-то особый еще в это вкладывает смысл, да, не только информацию получить, а еще вот это мир, это его укорененность в среде, в мире. Для незрячих людей и родителей таких детей, конечно же, важно включить и работать, ну, все каналы восприятия, поэтому только аудиоканалы, и я думаю, ну, то есть этого в ближайшее время, по крайней мере, не будет. Я со своей стороны, наверное, хочу сказать, что не перевелись еще те мамочки, которые не желали бы развития своим детям. Сами шьют, сами играют, сами занимаются со своими детьми. Это очень важно. Вы знаете, вот интересный тоже такой момент. Мы с коллегами из Америки как-то обсуждали привлечение детей к чтению, и они как будто парадоксальны. У них был опыт, что дети начинают читать, лучше читать и больше читать, когда сами начинают писать. И вот у них, они придумывают детские истории, делают такие хендмейт книжки. Ну, то есть вот сами прям буквально берут листочки, склеивают их, рисуют там рисуночки и сочиняют такие истории. И вот мне кажется, это какая-то такая форма очень важная. С одной стороны, это творчество детское, а с другой стороны, это и присвоение языка литературы. Пусть даже там ребенок пока сформулирует, как он может, но в этом же и его и сила, в его непосредственности. У вас вот есть что-то подобное? Вы делаете с детьми какие-то книжки, может быть? Ну, скажем так, конечно, тифлопедагоги занимаются с детьми. Здесь и пластилин, и пластика, и какие-то упражнения. Но если касаемо вот тех самых книжек и историй, которые дети могут придумывать сами, на базе, скажем так, прочитанной сказки той же самой, и с помощью, скажем, тех же самых тактильных книг и их игрушками, они могут придумывать свои истории, они могут придумывать свои окончания этих историй, интерпретировать и придумывать новых героев на основе тех, которые уже имеются в этих же самых игрушках. И в этом и заключается развитие детей. Да, и вот вопрос еще, как библиотека борется за татароязычного читателя, когда снижается передача татарского языка в семьях, мероприятия, конкурса? Ну, ежегодно у нас различные конкурсы проходят, в том числе и направленные на развитие татарского языка, на популяризацию ее. Вот ежегодно у нас проходит «Лучший читатель» такой конкурс, да, по количеству прочитанных книг. Ну, и здесь тоже у нас выделен... Прочтение еще. Да, выделен блок «Лучший читатель на татарском языке». Также ежегодно у нас проходят конкурсы по чтению и письму по Брайлю. И там тоже есть блок читателей на национальном, ну, на родном языке. Это и, безусловно, различные интеллектуальные игры по развитию языка. Ну, проводится много мероприятий. Мы в этом направлении работаем также. Да, Гилиса, а скажите, пожалуйста, вот я так понимаю, что библиотека физически находится в Казани, да? В республике Татарстан что-то еще подобное есть в районах? Да, наша библиотека, ну, главное наше здание находится в московском районе города Казани. Это район компактного проживания. Незрячие, ну, в советское время так строилось. Мы находимся в несколько домов, где раньше проживали незрячие. Рядом с нами клуб, культурно-спортивный реабилитационный комплекс, где идет спортивная, культурная и другая реабилитация. Также у нас есть предприятие, на котором мы работаем. Ну, также у нас в библиотеке филиалы в крупных городах. У нас пять филиалов в других городах. Один филиал в другом районе нашего города. И в тех городах, для того, чтобы книги наших специальных форматов доходили до незрячих читателей, у нас ведется интегрированное обслуживание в тех городах и муниципальных районах, где нет наших филиалов. Мы работаем на основе договоров с общедоступными библиотеками. Это централизованные библиотечные системы. У нас в них либо это библиотечные пункты, с которыми мы сотрудничаем, либо это межбиблиотечный абонемент. Ну, также читатели могут к нам записаться, как заочные читатели, в рамках которого уже наш отдел внестационарного обслуживания по почте будет рассылать книги. Помимо этого же наша библиотека, она еще единственной России, издатель книг на татарском языке и хранилища. Мы еще обслуживаем на основе договоров о сотрудничестве незрячих татар, проживающих в регионах России. Также у нас очень широкая сеть специальных библиотек для слепых, специализированных. К сожалению, конечно, сейчас идет тенденция присоединения таких библиотек к обычным библиотекам. Но вот наша сеть, она очень дружна. Мы сотрудничаем и не только книги отправляем. И, конечно же, совместные мероприятия культурологические. Вот сегодня у нас с утра 10 часов прошло мероприятие с Самарой. В 11 часов был Казахстан. У нас было мероприятие, посвященное известному казахскому по происхождению он татарин, композитору Латифу Хамиди. Различные такие мероприятия у нас также проводятся. Здорово. А они на каком языке проводятся? Вот у вас, например, с Казахстаном? Потому что, кажется, татарский и казахский уже довольно близкие языки. К Казахстану, конечно же, на русском языке, но у нас элементы татарского языка. Мы, конечно же, стараемся включить в наше мероприятие. В любом случае, либо это звучит музыка какая-то, обязательно мы всегда, когда участвуем с коллегами других регионов, хотя бы приветствуем на родном языке. Ну и какие-то знаки внимания себе можем говорить так. И в этом году для нашей библиотеки он знаменателен. У нас юбилей нашей библиотеки. Нам 85 лет. Недавно прошла конференция, также вот где мы говорили и по проблеме сохранения языка. Приезжали наши коллеги. Была у нас научно-практическая конференция. Также в этом году у нас 100 лет нашей организации «Общество слепых» татарскому. Вот в этом направлении мы тоже работаем по сохранению информации о движении незрячих нашей республики, по популяризации, по тому, чтобы общество знало наших талантливых людей. Ну, как бы вот в таком ключе мы тоже работаем. Вот вы обмолвились, что, к сожалению, объединяются библиотеки. А почему, к сожалению? Вам кажется, что это неправильно? Или просто не очень комфортно, незрячим рядом с обычными посетителями? Ну, это идет в целях оптимизации, наверное, расходов каких-то, да? Ну, конечно же, когда уже библиотека перестает существовать как отдельное, как юридическое лицо... А, понимаю, вот в чем дело. ...регионы, где есть понимание важности работы с незрячими, конечно же, ну, как бы работа остается на прежнем уровне, но может остаться так, что только обслуживание читателя остается, а уже вот издательская составная исключается. И многие эти возможности, они исключаются, теряются. И, безусловно, в этом случае страдают незрячие читатели. Да, это да. А вот тут у нас вопрос появился еще один. Есть ли в библиотеке словари по Брайлю, литература на западных языках? Есть ли татары, владеющие английским Брайлем? Брайлем? Ну, я думаю, татары, татарстанские читатели, может быть, русские, кто приходит к вам в библиотеку и кто владеет иностранными именно языками? Таких словарей их не очень много, но они есть. В основном, конечно же, фонды наши включают книги на русском языке и книги на татарском языке. А татары, владеющие английским языком, ну да, безусловно, они есть. Владеющие именно Брайлем английским, да? Ну, в принципе, если незрячий человек, если он владеет Брайлем, ну то есть это же только язык, если язык знает и Брайлем владеет. Я просто не очень знаю вот эту специфику, как-то получилось так, что далека от этого. Это, правда, очень интересный момент такой. Мы же не задумываемся о том, как это происходит, как незрячий человек читает. А это важно. Брайлем – это универсальная система, которая строится на основе шеститочия, и она универсальна, ну то есть… Для всех языков? Для всех языков. Ну да, может, единственные только языковые особенности и шрифты. Ну да, вот дополнительные буквы, допустим. Ну, как бы не все народности имеют свои алфавиты. Нам вот татарам в этом, конечно, повезло уже. Татарский шрифт был разработан уже в 30-е годы. Есть, допустим, Крым и татарский язык. Вот у них до сих пор нету. И, ну, и ряд других языков. И, по-моему, таких языков нас, ну, где-то около пяти. Да. Это башкирские, яхтурские, чувашские. Ну, очень интересный вопрос. Ведь, когда, насколько я понимаю, в татарском языке же у нас несколько раз менялся алфавит, да? Вот, а от, допустим, если есть книги какие-то, арабской вязью еще написано, у вас был опыт перевода этих языков? Нет, к сожалению, эти книги у нас не сохранились. Те книги, которые в 30-х годах издавались на Ян Алифе, на… На латинице. Да, да, да. Они, к сожалению, не сохранились. Но, наверное, самая книга ранняя – это где-то 40-е годы, которые выпущены при татарском книжном издательстве еще. Вот я забыла упомянуть, изначально книги по Брайлю, они издавались при татарском книжном издательстве. Там был отдел печати, целый отдел в 30-х годах открывался. Но в 80-х годах этот отдел закрылся, и, ну, более 20, ну, около 20 лет книги на татарском языке шрифтем Брайлю не издавались. И только в 2000-х годах, ну, вот, понимая, что такая проблема есть, важность этого, наша библиотека, ну, разрабатывала различные проекты для улучшения этой ситуации, для возобновления книг. Так же учили. Да, 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 книгоиздания на татарском языке. И, ну, это удалось сделать с появлением компьютерных технологий, да, с развитием. Вот в 2000-м годах уже при нашей библиотеке началась печать книг шрифтом Брайлю. И вот, конечно, очень хочется задать вопрос. Я понимаю, что он немножко такой банальный, но тем не менее, какими вы видите ваши перспективы? Как вам хочется дальше развиваться? В какую сторону, может быть, двинуться? На самом деле, ну, не банальный вопрос. Конечно же, наш... Лишь бы не оптимизировали. Да, лишь бы не оптимизировали. В наше время эта библиотека, ну, как большое культурное пространство, где будет доступно и комфортно не только незрячим, но и всем жителям. Вот мы видим в таком ключе. Некоторое время назад я посетила Национальную библиотеку Республики Татарстан. Это новое здание. И я была, конечно, в приятном просто шоке от того, что сделали так здорово, так красиво, просторно, много света, много залов. И я вам желаю, чтобы ваша библиотека когда-нибудь тоже стала такой же красивой, такой же функциональной с точки зрения оборудования. Ну, и когда там есть такие прекрасные сотрудники, как вы, я думаю, что все будет просто замечательно. Спасибо вам большое за очень интересную беседу. Правда, кажется, что это какая-то узкая область, но на самом деле мне кажется, что очень многим было бы интересно пообщаться, даже, может быть, поговорить с нашими читателями, слабовидящими, которые читают современную литературу. Я так поняла, что они следят прямо за всеми новинками, даже не только татарской, но и русской литературы. Это очень здорово. Я думаю, можно вот в дальнейшем даже какие-то дискуссии проводить с литературной. Спасибо вам большое. Было очень приятно с вами пообщаться. Мы за сотрудничество. Конечно же, если у вас будут любые идеи, мы всегда на них откликаемся, участвуем. Спасибо большое, что дали нам возможность рассказать о нашей деятельности в рамках такого авторитетного мероприятия. И приезжайте в гости в Казань. Мы будем рады видеть всех вас у нас в нашей республике, в Татарстане, в Казани, но и непосредственно нашей библиотеке. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо всем участникам, всем нашим зрителям. И до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok